Как обычно программисты считают стоимость проекта? Вот пришла к нему халтурка. Проектик под ключ надо сделать. Ну или какие-то доработки. Есть ли разница в подсчете? Конечно, да. Доработки он обычно в часах посчитает, дай бог. Ну или в днях. Если большие доработки, может месяц возьмет. А когда проект под ключ, а то и с дизайном, а он, заметьте, просто программист, там начинается целая каша. Но в целом, если это все очень сильно упростить, используются следующие методы подсчета. Умножаем на π. Прям программисты любят это дело. Причем даже сейчас не о деньгах речь, а вообще об оценке сроков разработки. Умножаем на π. Ну, грубо говоря, на три. То есть вам говорят, сколько будет занимать разработка вот такого-то проекта. И вы прикидываете, ну, наверное, за месяц я его сделаю. А умножаем на π, это значит, что вот это, ну, наверное, сделаю, умножаем на три. И получается три месяца. Я думаю, многие с этим сталкивались. Если кто-то не сталкивался, у кого-то нет в этом опыта, поверьте, это вот прям стандартная практика. Очень часто используется. Это один из способов. Второй способ. Умножаем на два. Типа, в чем разница вроде на два? Сейчас объясню. Вот если вы себе в голове представили срок, за который вы сделаете этот проект, месяц, и потом умножили на три, и три – это вроде бы для такого функционала, вроде бы в вашем воображении нормально. То если вы посчитали в голове, что я, наверное, сделаю его за полгода или за год, а умноженное на три – это уже три года, получается, что циферка слишком большая. А что мы делаем, когда циферка слишком большая? Автоматически люди боятся упустить этот заказ, потерять эти деньги, и начинают сокращать. Кто-то умножает на два. Ну, типа, наверное, я за четыре месяца сделаю, ну, на три – это там уже год с лишним, долго, ну, наверное, вот за восемь, ну, может быть, за семь. Вот такие вот математические подсчеты начинаются в голове программиста, и все сводится к тому, ну, чтобы мне и времени хватило, и чтобы заказчика не спугнуть. Но происходит это все не систематично и на основании вот этих хаотичных подсчетов. Ладно, это еще не все на самом деле. На конференции достаточно серьезный разработчик или руководитель, он предложил методику, которую использовал один из руководителей в Яндексе. Один из руководителей проектной разработки, еще чего-то, не буду уточнять, не суть. Суть вот в чем. Мне понравился это очень веселый метод. Он выглядит так. В общем, время разработки проекта – это полокружности плюс две недели. То есть я, опять же, повторяю, просто чужое изобретение. То есть вы обычно считаете, что у вас путь будет из точки А в точку Б, да? Но обычно происходят какие-то непонятки, сложности и так далее и тому подобное, и вы идете как бы в обход. И получается полокружности. Но для чего эти две недели? А две недели – это если вы не сделаете это за полокружности, то я за две недели сам все перепишу. Забавно достаточно. Но, увы, и, к сожалению, в этой правде есть лишь доля шутки. И такое часто встречается. То есть это все вымоченные цифры, вымоченные слова. То есть они хоть и весело звучат, но на самом деле это такие, знаете, смех через боль. И все, все это сводится к тому, что подсчет производится хаотично, несистематично, не основывается на реальных данных абсолютно. Все это идет из воображения. То есть, по сути, вы могли любую цифру назвать, потому что все равно профокапите эти сроки. И все это грозит огромными проблемами в разных областях. Сейчас я вам расскажу о том, какие риски это все несет, о которых мы часто даже не задумываемся, когда называем эту воображаемую циферку.